МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Один из самых популярных съедобных сувениров едва ли не в каждом российском регионе, это иван-чай. Часто с добавлением всяких других травок, ягод, фруктов. Один раз меня угостили даже иван-чаем с грибами чага. А еще есть любители при любом недомогании пить заваренную ромашку или мяту, или зверобой. Что наука знает о влиянии травяных чаев на здоровье? Всегда ли они так уж хороши? В 2000-е в Европе и США зверобой вдруг стал чуть ли не главным героем телеэфиров и газетных статей. Сообщалось, что он помогает от депрессии, правда, только легкой, не хуже лекарств. И наука эффект вроде бы подтвердила. Траву буквально сметали с полок. Продажи у некоторых компаний за год выросли в 50 раз. Это весьма многообещающий продукт. Возможно, он сможет стать натуральной и безопасной альтернативой антидепрессантам. Проблемы обнаружились позже. 35-летняя женщина, которая лечилась от депрессии зверобоем, забеременела, хотя принимала противозачаточные таблетки. Расследование все объяснило. Основная проблема зверобоя в том, что в нем содержится соединение гиперфарин. Из-за него препараты хуже проникают в кровоток, и многие лекарственные средства становятся неэффективными. Не только контрацептивы, но и противораковые препараты, а также лекарства, которые используются при трансплантации. В России в последнее время стал популярен Иван-чай. Его многие пьют вместо обычного черного, считая более полезной альтернативой. Кстати, и выглядит он после ферментации очень похоже. И из-за этого когда-то даже попадал в криминальные сводки. Дело в том, что раньше настоящий чай был роскошью. Об этом рассказывают в музее истории купечества в городе Кунгур, в Пермском крае. Тут раньше проходили караваны, груженные реальным чаем, поставлявшимся тогда из Китая. Известно, что 200 лет назад у нас здесь, в Пермской губернии, один фунт чая по стоимости равнялся шкурке соболя среднего сорта. А соболь был самым дорогим российским мехом. В 19 веке в Копорье, деревне недалеко от Петербурга, научились ваять подделки. По одной из версий, один житель побывал с русской делегацией в Китае и увидел, как там производят чай. Дома обкатал технологию на Кипрее, который рос в округе, как сорняк. Местное изобретение подмешивали в заграничный товар, продавали в чистом виде и выходило в сто раз дешевле импорта. Купцы жаловались на подрыв чайной торговли, и доходы государства от пошлин за нее сократились. Полиция знала, когда начинается сезон производства этого чая, ставили специальные посты, чтобы прекратить такую транспортировку. Совсем отчаянные мошенники ферментировали также листья березы и рябины, добавляли болотную землю и уже использованную заварку, которую покупали в трактирах. По лавкам проводили рейды. Нарушителей ссылали, пороли плетьми, клеймили. В альбонахе 19 века писали, что определить фальсификат мог только ботаник с микроскопом. А в народе про напиток говорили «копорское крошево и кисло и дешево». В наши дни, конечно, вкус изменился. Мы провели опыт, попросили любителей чаепитий, учителей московской школы угадать, какой из представленных нами образцов является черным чаем, какой – улуном, а какой – иван-чаем. Сделать это удалось только после вдумчивой дегустации. И травяной напиток вовсе не показался неприятным. В нем нашли множество интересных нот. Чернослив. Да, вот, кстати, чернослив. Правда, заваренный чернослив. И вот такой сладость, карамелька, что-то такое вот. Мы прошлым летом, наверное, мне кажется, все лето пили все время иван-чай. Да, искусство ферментации производители освоили как следует. И польза у него есть. Иван-чай не содержит кофеина, можно пить на ночь. Правда, и противопоказания имеются. Кипрей или иван-чай содержит достаточно много целого ряда микроэлементов, в том числе того же марганца. И одно из противопоказаний – это, наверное, наличие эпилепсии. Продавцы пишут, что иван-чай богат витамином С. Есть и научные статьи, которые это подтверждают. Мы проверили настой в лаборатории. И оказалось, что в 100 граммах всего 0,3 миллиграмма витамина С – ничтожное количество. Почему же такая разница по сравнению с исследованиями? Все дело в том, что ученые проверяли количество аскорбинки в листьях, а не в напитке. При обработке и в кипятке хрупкий витамин быстро разрушается. Продавцы часто не вдаются в подробности и говорят в рекламе неправду. Но это хотя бы безопасно. А если заваривать травяной чай не кипятком, а водой попрохладнее, так советуют в интернете для сохранения пользы. Погибнут ли бактерии, которые могут быть на листьях? Проверим в лаборатории, ведь вопрос важный. В моду входят все новые виды трав, которые предлагается заваривать и ежедневно пить для здоровья. Вот, например, саган-дайля. Про него пишут, что он снимает усталость и даже продлевает жизнь. Ботаническое название рододендрон Адамса. Растут эти кустики в Сибири и на Дальнем Востоке. Они внесены в Красную книгу. Бурятии, Сахалина, Хабаровского и Забайкальского краев. Собирать его там запрещено. Что же тогда массово продают? Несколько образцов, где саган-дайля находится в чистом виде и в составе сборов мы показали директору ботанического сада МГУ Владимиру Чубу. Первый без добавок, ценой 579 рублей за 50 граммов. Это и правда настоящий рододендрон Адамса. У рододендронов листья при подсушивании скручиваются на нижнюю сторону, поэтому они должны выглядеть, как вот такие коричневатые трубочки. Это вот веточка с цветочной почкой. Не дали зацести зверюшке. Второй образец – сбор саган-дайля, чагой, лимонной травой и смородиной. 15 пирамидок стоят 159 рублей. Цветочки и щепочки отдельные есть. Ну, в основном чага и смородиновый лист. Саган-дайля здесь, ну, вот какие-то крошечки положены. На третьей упаковке, ценой в 250 рублей за 80 граммов, крупно написано «саган-дайля». Но на горсть черного чая, кипрея, брусники и других недорогих компонентов всего несколько нужных нам листиков. Та же история в образце ценой в 60 рублей за 16 граммов из сетевого чайного магазина. В общем, крупная надпись «саган-дайля» на пачке – часто просто реклама. Но это даже к лучшему. Растений в угоду моде пострадает меньше, и с концентрацией переборщить не выйдет. Все виды рододендронов ядовиты, поэтому саган-дайля – это такое растение, которое нужно употреблять с очень большой осторожностью. При передозировке наблюдается головокружение, тошнота, учащается сердцебиение. Мед родственных растений даже использовали в Древней Греции, чтобы травить врагов. Специалисты рекомендуют заваривать максимум пару листиков саган-дайля на чашку и следить за самочувствием. Он может повышать и возбудимость человека, и раздражительность. Он, конечно, тонизирует охотника, уставшего от многочасового перехода. Он, конечно же, тонизирует человека, который тяжело работал на поле. Конечно. Но диванных воинов и домохозяек он может перетонизировать. Как еще ведут бизнес продавцы фито-чаев? И чему учат в школах травников? Продолжим через несколько минут. Какая еда живая, а какая не очень? Продолжим выяснять сразу после небольшого перерыва. Десерт из редиски? Как такое возможно? И что это на вкус? Такая очень терпкая горечка. Чем хороша ботва? Куда ее можно применить с пользой? А также японцы умирают от риса, а фито-чай может довести до суда. Кто обещает вылечить травами рак? И рецепт недели. Видео-идея длиной в одну минуту. Живая еда продолжает разбираться в травяных чаях. За ними, кстати, не обязательно идти в магазин. Можно купить курс, где наставник расскажет, как составлять сборы самому и поправлять здоровье. Расценки от бесплатных уроков до десятков тысяч рублей за годовое обучение с выдачей дипломов. По мнению некоторых гуру, это лучше, чем официальная медицина, ведь врачи травят химией. Вот что говорит, например, травник Юрий Курский. Если вы попадете в больницу и получите вот эту ударную дозу синтетических медикаментов, чаще всего вы не только не вылечиваетесь, а получаете целый букет нового болезни. На его онлайн-курс записалась наш корреспондент Ирина Антонова. Он обещал научить составлять сборы от паразитов, токсичных металлов и радионуклеидов. Так с ошибкой и написано. Правильно, радионуклиды. Цена семи видеоуроков 1950 рублей. За основу берется клевер ползучий. К нему добавляется еще почти десяток компонентов. Сабельник от радиации, зюзник от тяжелых металлов и так далее. Когда бы я еще узнала про зюзник? Ведьма. Случится ли обещанный детокс? Экспертом мы попросили выступить доктора медицинских наук Анатолия Скального, руководителя Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета. Вот тот же зюзник, который у вас есть, он не входит в состав используемых в медицине средств. Здесь он есть. О чем туда не входит? Он подавляет функцию щитовидной железы. Его нельзя назначать при диабете. Это раз. А во-вторых, он накапливает очень сильно марганец и фтор. А есть люди, у которых есть флороз болезнь, есть быток фтора. А есть люди, у которых есть болезнь Паркинсона. И вот я бы зюзник вот так вот запретил для всех людей 60+, 70+. Мы спорим с вами часто, а поливитамины, они всегда ли так полезны, когда все намешали? Но здесь намешано, не знаю, сколько комбинаций. Из-за того, что там так много компонентов, мы можем не понять, почему какое-то осложнение у человека возникло. Другие травы тоже могут вызвать побочные эффекты. И в целом задача у этого сбора заявлена ложная. Специальный детокс без медицинских показаний организму вообще не нужен. Если вы не в реанимации, значит, у вас с обезвреживанием токсинов прекрасно справляется печень. И выгонять самому паразитов, особенно травами, лучше не пробовать. Диагноз должен поставить врач. И каждый гельминт требует своего препарата. Многие продавцы трав при этом отговаривают посещать врачей. Экологию, конечно, лечу только я. Мое лечение абсолютно никак не коннектится с официальной медициной. Это видео записала Евгения Белиевская, которая называет себя фитофеей и продает средства из трав. Она и ее коллеги, работники магазина, обещают исцеление почти от чего угодно. Лечение рака раньше стоило у нее 700 тысяч рублей. Летом 2023-го эти и другие, разумеется, неподтвержденные наукой обещания увидела онколог Екатерина Тимофеева. Как любой здравомыслящий доктор, как врач-онколог, который ежедневно встречается с тяжелыми случаями рака, конечно, мимо этого я пройти не смогла. Я откомментировала, что данные обещания вылечить онкологические заболевания очень похожи на незаконные действия, что они похожи на шарлатанство, и, по моему мнению, это все-таки так и есть. Фитофея ответила проклятиями и в итоге подала в суд. Доктора Тимофееву обвиняли в оскорблении чести, достоинства и деловой репутации. Суд встал на защиту врача, а травницу потом номинировали на ежегодную общественную антипремию. Профессиональные ученые из крупных университетов каждый год в саркастической форме награждают в том числе и медицинских шарлатанов. Их назначают академиками вымышленной Академии превентивной чакрохирургии, сокращенно АПЧХИ. Академик АПЧХИ у нас получает золотую кофейную клизму, потому что однажды мы это услышали и уже забыть не смогли, что существует такая процедура в области альтернативной медицины, как кофейная клизма, причем там горячая кофейная клизма. И, значит, золотая кофейная клизма – это самый, на наш взгляд, подходящий такой оздоровительный приз победителю в этой номинации. Процветает ли бизнес Евгении спустя почти год после резонансного дела? Оказалось, да. Торговля идет на новом сайте. Цены впечатляют – 3250 рублей за 50 граммов сушеной крапивы, 3500 за такое же количество женского чая, который, если верить написанному, поможет в любой ситуации. Есть даже сбор денежный за 4,5. Через мессенджер мы получили консультацию и по поводу онкологии. Скажите, пожалуйста, какие травы выбрать в качестве лечения рака? Здравствуйте! Чага, дегидрокверцетин, курильский чай, ягель, живицы кедра, бадан, прополис на воде. На сегодняшний день в академической медицине неизвестны случаи, когда различного рода альтернативщики, различного рода травники излечивают пациентов. Мы, к сожалению, видим другие случаи, когда пациенты обращаются в запущенных стадиях заболевания. При этом, конечно же, вы у этих травников очень часто можете услышать, я лечу, у меня выздоравливают, но при этом ни одного медицинского подтверждения, конечно, предоставлено не будет. Екатерина Тимофеева, кстати, до сих пор вынуждена ходить в суды. Травница подала апелляцию. С журналистами фитофея не общается. Наш запрос об интервью так и остался без ответа. Впрочем, мы опросили достаточно экспертов, чтобы сделать общий вывод из нашего расследования. Польза в травяных чаях, безусловно, может быть. Их иногда назначают профессиональные врачи в виде дополнения к основному лечению. Для удовольствия и успокоения заваривать тоже можно. Например, ромашка не только вкусна, но и правда способна снижать тревогу и улучшать сон. Главное выбирать надежного продавца, лучше аптеку. Кстати, вот результаты нашей экспертизы. Мы купили чай у травника по объявлению и отправили в научно-исследовательский испытательный центр в НИИТЭК. В самом сборе обнаружилось превышение по количеству бактерий, плесени и дрожжам. На производстве бы такое отбраковали. Остается ли риск в напитке? Кипяток успешно убил почти все опасное. А вот в воде температурой 80 и 70 градусов, такую некоторые советуют использовать для сохранения пользы, микробы остались. С температурой лучше не экспериментировать. А еще не заваривать слишком крепко. Если готовить, то щепоточки, какие-то небольшие количества. Почему? Потому что вы не знаете всех нюансов собственного организма, или не можете их правильно оценить, и вы можете нанести себе вред. Ну, а ромашка, мята, даже чабрец может иногда иметь отрицательный эффект. Как может быть коварно мята, я прочувствовал на себе после съемок одного прекрасного сада с этим растением. Игорь Спивак из Подмосковья выращивает 120 разных сортов. Шоколадная, бергамотная, барбарисовая, лавандовая. Лавандовая мята? Вот вы меня удивили просто. На самом деле лаванда. Мы пробовали разные чаи с мятой. Было вкусно. А на обратном пути в Москву вся съемочная группа ощутила ее мочегонный эффект. Делали вынужденные остановки. А корреспондент Ирина Антонова однажды от души заварила саганделя. На упаковке было написано, что он бодрит. Но на съемке бодрость была чрезмерной. Сердце билось так, как будто сейчас выскочит из груди. Травы тот случай, когда особенно важно знать меру. Будет только польза, если воспринимать их скорее как приятные специи, а не лекарства от всех болезней.